МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А бывают и устрашающими. Скоро уже будет 60-х. Хорошее оружие, мое. Но слово «мое» не может звучать, когда дарят что-то политикам или президентам. Ведь они же представляют народ, а значит, и подарок-то народный. Такому презенту место в спецмузеях. И Украина в этом подарочном деле не исключение. Подарками с удовольствием похвастается и глава Верховной Рады Порубий. Не сможет отказаться и президент. С удовольствием друг другу подарят их министры. Казалось бы, добрые знаки внимания, ничего более. Но ведь такими подарками могут маскировать злые умыслы. Уклонение от уплаты налога в казну, например. Как? Секретные материалы расскажут об этом и не только. Пережитки прошлого. Зачем на самом деле политики ублажают друг друга презентами? Какими подарками за два года порадовали Петра Порошенко и премьер-министров? И почему далеко не все подарки попадают в народный музей даров? Те ручки тут нет. Как подарки помогают обходить новейшее антикоррупционное законодательство? Подарки за податковым законодавством близких родичей не подлагают ободаткованию. Изучаем декларации народных депутатов, кому презентовали миллионное состояние. Разоблачаем коррупционеров и встречаемся с прокурором из Перу. Откровенное интервью человека, который посадил в своей стране даже президента. Что он думает о предприимчивых депутатах из Украины? И неужели приехал к нам, чтобы продолжить свое дело? Этот эксклюзив в подарок нашим зрителям. Не переключайте. В какую бы страну не занесло украинского политика от недалекой Беларуси до зокеанских США. По всему миру их ждет хоть и символический, но подарок. И дарят презенты не только нашим, но и наши своим заграничным коллегам. Но если, к примеру, в США давно создан и открыт для всех любопытствующих реестр подарков, то украинцам, чтобы посмотреть, что же дарят их же министрам или президенту, нужно собраться и поехать в Киев, где, собственно, и находится спецмузей. Или же ждать криминальных сводок. К примеру, таких, как две недели назад, когда мы узнали о властелине подземелья экзам-губернаторе Николая Романчуке. Напомним, он проставился своими золотыми подвалами. А уже сегодня в суде оказывается, что на его состояние могли повлиять даже сотрудники завода «Океан», где Романчук был директором, которые и скинулись на дорогие подарки директору в виде золотых слитков. Но если какому-то директору завода дарят золотые слитки, то наверняка и в музее правительства все усеяно золотом. Едем туда. Это музей подарков правительства Украины. Владимир Татаренко согласился показать и рассказать, что же дарят украинским министрам. А еще, как сказали бы следователи, ключик из металла желтого цвета. Его презентовал ливанский бизнесмен экс-премьеру Азарову. Это символичный ключ, который нашел возможность подарить Украине на территории Ливана примещение под посольство Украины в Ливане. И разнообразные сахарницы, визитницы, запонки и декоративные тарелки. Это подарок от хозяйства Туречкины. Очень тонкая работа. Это свои родные глечи, келы. Можно сюда наливать какую-то ряду. Да, похоже на то, что склон. По часам и работники музеев назовут эту коллекцию бесценной. Но то, что принято считать действительно дорогим, тут не найдешь. Владимир Борисович, а где же это золото, диаманты? Мы бачим только то, что тут есть. Нужно отдать должное Арсению Яценюку. Больше всего подарков в музее поступило именно от него. Ну, вот те, что до нас останніми потрапили, то эти речи, они еще навіть не все подписаны, и зараз оно в процессе отбывается. Но есть и вопросы, как с премьеру. Вот, к примеру, Папа Римский в сложный для Украины период подарил ручку для подписания мира. А вот подарки из обычного металла и из обычных рук министра МВД Арсена Авакова на месте. К примеру, гильза от снаряда. Арсен Борисович именно эту гильзу дарил и экс-премьеру Яценюку, и экс-министру финансов Наталье Ярейско. 120-мм гильза от снаряда, расписанная полтавской художницей. И лишь одна на месте, похоже, Наталье Ярейско, ваза-снаряд пришлась по душе. Но женщине чаще ведь дарят цветы. Уникальные часы, дорогие духи или суперкары, что бы ни дарили президентам Украины, все эти подарки должны попадать в специально созданный фонд подарков президентов Украины, который, собственно, и находится в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского. Поскольку руководство нам категорически запретило там снимать, у нас есть читательский билет, который, собственно, и позволяет туда попасть без проблем. И только для зрителей секретных материалов мы покажем, что же нового и уникального подарили президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Идем туда. Напомним, что год назад в этом же месте нам проводили экскурсию. В фонде президентов, как и в музее правительства, не посмотреть на бриллианты, ни золотых слитков. Подарки тут философские. Ценность их, как материал, не вызначена. А ценность их, как подарки президенту, конечно, они есть без цели. Вот и подаренная господину Порошенко бумажная карта Украины. Який является собой пазл. Это частины Украины, карты Украины. И символичную уголку, которую президент имеет эту страну поедать. И предметы интерьера. Это декоративное панно от посла Республики Кореи. А еще мемориал неизвестному солдату, декоративная тарелка из Ливана и несколько картин. Прошел уже год, логично, экспозиция должна была пополниться, учитывая, что у гаранта был еще один рождение, который застал его в США. Полны надежд, идем узнавать, что нового надарили гаранту. Вот так гид берется выдавать старые подарки за новые. Предлагают посмотреть на вышиванку и вышитую картину, поступившую в фонд президента в 2015-16 годах. И напоследок обратят наше внимание на две открытки ко дню рождения гаранта. От народного депутата-председателя группы «Воля народа» Ярослава Москаленко и от первого заместителя Госгорпромнадзора Олега Павлюка. И это все. Новейшая коллекция президента закончилась. Украина на пути в Европу приняла ряд важных антикоррупционных законов, согласно которым депутаты должны отдавать неприлично дорогие подарки. По судовой особи не можно приймать подарок, если они больше 2,5 тысяч гривен. Если человек принимает подарок больше, то это уже подстава для правоохранительных органов. Сдавать презенты по закону надо в специально созданную оценочную комиссию, которая определит стоимость подарка и место для него. Уже второй год мы добиваемся в аппарате Верховной Рады согласия снять эти подарки. И все два года журналистов почему-то банально и незаконно игнорируют. Глава Верховной Рады с этой проблемой тоже еще не разобрался. Лишь подтвердил, комиссия существует и деньги из бюджета получают. Ну там секретарь этой комиссии и голова власная. Что назначили? Скажу, что не назначили. А чему? Не в Тагарюк. Да и вообще за весь период независимости Украины есть лишь несколько фотографий подарков, что попали в призрачный музей Верховной Рады. Это канцелярский нож от президента Европарламента, крустальный набор для коньяка со Словакии и дорогие духи, которые замглавы Верховной Рады Оксана Сыроид отказалась принять на 8 марта от главы ДФС Романа Насирова. И дело не в кризисе. Хоть депутаты и заявляют о своих скромных предпочтениях в подарках. Мне краще какую-то книжку подарить. Значок этот мне подарила моя команда. Те, кто в парламенте уже десятилетиями, утверждают, у депутатов появилась страсть к вещам подороже, а такие подарки лучше держать подальше от общественности. Если и дарят этот дорогой антиквариат, то именно он и должен попасть в руки к вышеупомянутой комиссии, которая приступает к его оценке. Вот, например, портрет Эгона Косута. Это был портрет неизвестный. И стало ясно, что это портрет принцессы Дейзи. Одной из легендарных личностей конца 19-го и начала 20-го века. Елена вместе с коллегами из Национального музея Ханенкев проводит подобные оценки предметов искусства. Мы попросили рассказать, что ждет члена комиссии, попади ему в руки депутатский антикварный подарок. Имя автора и подлинность этого произведения. Затем, как-то неудивительно, размеры этого произведения, техников, которые это написано. То есть, если это акварель, это будет одна стоимость. Если это холст масла, это другая стоимость. А еще множество разных технологических экспертиз. Работы на месяцы, а иногда и годы. Подобные экспертизы, конечно же, вряд ли смогут провести в стенах Верховной Рады. Поэтому законам предусмотрено, что члены оценочной комиссии могут обратиться к таким экспертам, как Елена, например, за оценкой. Но на практике поспешат к карманным экспертам, которые оценят так, как это необходимо депутату. Гуляет огромное количество сертификатов, подписанных профессор такой-то и такой-то. Но это ничего не означает. Вот и получается, что мифическая комиссия, о составе которой нам также не спешат рассказать, может работать не на благо народа, а на благо конкретного депутата, оценивая намного дешевле шедевры, которые на самом деле стоят миллионы. Конечно, словить на горячем избранника, которому презентуют антикварный подарок, практически невозможно. Но есть и те, которых мы можем спросить о подарке. Вот, к примеру, Сергей Каплин. Это рубай в окно дома моя. С топором рвался к мэру Полтавы. Я Петро Первый рубай в окно в евро. А уже через несколько месяцев в руках у главы партии простых людей красовался совсем непростой телефон. Ценой в 20 тысяч гривен. Хоть телефон и был подарен в декларации, графа подарки отсутствует. Был айфон, который вам подарили коллеги. Вот вы его не занесли в декларацию. Вам, наверное, необходимо все-таки поступить на какой-то финансовый факультет университета. И там вас научат, что декларируется период, в который не нужно было носить мой айфон. Вот и все. В 2015 году вы были с айфоном? Нет. Пусть Сергей Каплин отрицает нужность декларирования непозволительной для его зарплаты роскоши, о том, когда же подарили дорогой телефон, напомним ему его же словами. У меня шостый айфон. Мне на моё донароджение 15 грудня 2014 года подарили мои помощники, мои коллеги. А это значит, что поле подарки все-таки должно быть заполнено. Правда, есть и те, кто в декларации честно отметился. Вот, к примеру, немногословный нардеп Виталий Гудзенко. Вы не скажете? Нет, не скажу. Немного поразмыслив, всё-таки решил говорить. Ну ладно, доброе скажу. Это просто страховые выплаты. Вот вы же записали всю сумму в дарунки, в призы и в выигрыще. А есть, соответственно, строка страховые выплаты, страховые вичкодувания? Ну, может, он эту строку записал, а я из-за этого знаю. Ну, я для этого податкована проверяю, какие проблемы. Почему же так манит депутатов графа подарок, и они с удовольствием вписывают туда миллионы, мы спросили у юриста Лаврентия Царука. Оказывается, это способ экономии. Они так делали тому и делают, потому что подарки за податковым законодавством, близких родичей, не подлагают ободаткованию. И таких любителей подарков под куполом мы обнаружили около полусотни. Вот, к примеру, ещё Максим Куличий с немалым подарком. 148 тысяч гривен. Это деньги, которые я отримал от своих родителей. А что, ну, это подарок от родителей? Да. А чем занимаются вас родители? Подприемской деятельностью, так будешь маму заниматься. Не против подарков и Аркадий Карнацкий из БПП. У него подаренных 362 тысячи гривен. Сразу и не припомнит, откуда же эти деньги. Больше всего подарков или выигрыша получили братья Добкины, у которых в графе подарки по 10 миллионов гривен. Также и Нестор Шуфрич, у которого почти 11 миллионов гривен. Виктор Балога побывал и на посту министра. Уже который год депутат. С высоты своего опыта уверяет, если искать подарки, то не в парламенте. Заявище поширено больше в кабинете министров, администрация президента, там, где принимаются серьёзные решения. Претендентом номер один в нарушении антикоррупционного законодательства стала Наталья Королевская. Чистушка! Кайпа! При Януковиче она была на посту министра социальной политики. Тогда мы засняли, как к Наталье Юрьевной на её день рождения непосредственно в министерство сносили подарки. Например, пакет с надписью «Шапар». Это бренд часов класса люкс. Такие могут стоить миллионы гривен. Всё это, согласно закону, должно было быть отображено в декларации. Но у неё за 2014 и за 2015 год графа подарки пустует. Хосе Угас – экс-пецпрокурор Перу. Он посадил в тюрьму президента-коррупционера. Сегодня он глава правления самой авторитетной антикоррупционной сети в мире. Лучшая практика в мире – это цена подарка где-то 20 долларов, не больше. Даже когда чиновники идут на ланч, если цена в чеке больше 20 долларов, счёт надо поделить поровну. Конечно же, это работает только там, где чиновники знают про этику и уважают законы. Есть страны, которые сами себе провозглашают код этики, которые вообще запрещают подарки для чиновников. Я знаю такие случаи, когда чиновники возвращали лэптоп, костюм и так далее. Как же быть Украине, в которой закон всё ещё работает избирательно, и депутаты, что из силы, пытаются увильнуть от уплаты налогов? Господин Хосе отвечал много. Если коротко, то на это должна быть и политическая воля первых лиц, и прозрачность работы госорганов, но и люди должны стараться. Люди должны понимать, что благо для всех в первую очередь, а уже потом выгода личная. Хосе уверен, что Украина может добиться успеха, главное – воплотить в жизнь антикоррупционные законы, которые недавно приняты. Мы можем посмотреть, например, страны соседа – Грузию. Там успешно боролись с коррупцией. Если всё то, что предложено по противодействию коррупции, будет исполнено у вас, это уже большой толчок для Украины, и она будет развиваться в этой сфере. И вот уже в Организации Объединённых Наций берутся за Украину, помогая ужесточить наказание за коррупционную тягу украинских чиновников. Программа «Развитка ООН» в Заги разрубила эту систему. София Ковач, антикоррупционный эксперт, рассказывает, что уже с августа чиновники первого эшелона не смогут прятать в графе «Подарки» коррупционные деньги. Им помешает внедрение электронного декларирования. Чем она принципово отразляется от старого? И то, что подарки будут продолжать декларировать, но кроме подарков они должны декларировать выдации. Потому что когда человек декларирует выдации, очевидно, на ней выдации должны сходиться с доходами. Конечно, новая система не совершенна и не запретит депутатам или чиновникам брать подарки. Однако важно, что все декларации будут в открытом доступе. И каждый сможет пожаловаться инспектору из специально созданного национального агентства по предотвращению коррупции. Запомните заявку в НАЗК, вказывая, что вот такой-то чиновник получил такой-то приз. Будьте, проверьте. Этот громадский контроль, контроль с боку НАЗК, должен нас обеспечить от случаев такой коррупции. Когда чиновники плюют не только на этику, но и на уголовный кодекс, контроль народа – один из важных инструментов борьбы с коррупцией в Украине. И когда ее масштабы упадут до минимальных, это и будет, наверное, самым главным подарком для всей страны.